В какой режим инкубации гусиных яиц лучше? И почему именно этот режим инкубации выбрали мы? Здравствуйте! Итак, как закладывать гусиное яйцо? Гусиные яички всегда обычно грязненькие. В соломе или в сине, где снесет гусыня. Их можно обработать в марганцовке. Если уж совсем получились чистые, то можно и ничем обрабатывать. Закладываются гусиные яйца в лежащем положении, так как они большие, так же как и утиные. Вот наш режим инкубации гусиных яиц. Я уже не первый год вывожу по этому режиму инкубации, так что он проверен. Инкубация гусиных яиц длится 28-31 сутки. На 27-8 сутки останавливается, и дальше 3 дня гусиные яички, гусята начинают постепенно вылупляться. Итак, о режиме. Первые трое суток температура устанавливается 38-35 градусов с влажностью 70%. Первые трое суток яички, поворот работает, но не охлаждаем ничего, и к яйцу не притрагиваемся. На четвертые сутки температура убавляется, становится 37,8. Влажность остается та же самая. И на четвертые сутки гусиное яйцо начинаем охлаждать один раз по 10 минут. Что это значит? Это значит, яички надо вытащить из инкубатора. Я обычно, мы их ложим на подушечку или на салфетку, и они охлаждаются 10 минут. Я ставлю таймер, и обязательно их надо брызгать. Так как, если посмотреть, как высиживает яйца гусыня, то она постоянно, так как это водоплавающие птицы, они смачивают свое перо и садятся мокрыми на яйцо. Для чего это делается? Это делается для того, что яйцо, шкурлупа яйца становилась все тоньше и тоньше, чтобы гусенку при вылупе было легко ее проклюнуть и вылупиться. С 8 суток температура остается та же самая, влажность та же самая, но с 8 суток мы начинаем вытаскивать уже 2 раза, утром и вечером, и тоже брызгать. Я брызгаю просто тепленькой водичкой, не добавляю ни уксуса, ни лимонки, хотя в других рекомендациях можно чуть-чуть добавлять лимонной кислоты. Так, на 10 сутки мы яйцо воскопируем, потому что уже тогда точно виден зародыш, уже видно, где развивается гусенок, где нет. Яички, которые пустые, они оплодотворенные, мы выкладываем. Продолжаем инкубацию. Температура такая же, но с 20 суток можно выкладывать уже яички 2, тоже 2 раза, но уже на 30 минут, то есть увеличиваем время. Вот, с 21 суток яички гусиные надо выкладывать 3 раза по возможности, и тоже брызгать водой, про воду не забываем. На 27 сутки мы останавливаем инкубатор, отключается поворот яйца. С 28 по 31 сутки начинается вылупление гусяк. Температура в это время выставляется 37,5, влажность 90 и опрыскивание. Я еще подставляю вниз инкубатора еще емкость с водой, чтобы увеличить влажность. И постоянно, по возможности, опрыскиваем аккуратненько, быстренько поднимаем крышечку, опрыскиваем гусиные яйца. На 31 сутки начинается вылупление гусяк. Гусяк доставать сразу из инкубатора нельзя. И лазить туда, открывать крышку, тоже часто нельзя, так как теряется влажность. Гусенок вылазивает из яичка и начинает подсыхать. Я не дожидаюсь, когда гусенок полностью-полностью высохнет, так как получается, если вылуп идет быстро, и одновременно гусяк там просто места нету, там еще шкурлупа гусиного яйца остается и гусята. Как чуть-чуть гусенок подсох, я вытаскиваю гусенкой, сразу же убираю шкурлупу яйца. И сразу же брызгаю. И опять закрываю крышку. Далее мы перемещаем гусят брудер, где уже температура для них определенная, 30-35 градусов. Уже положены по стилочке, поставлена вода. Вода у меня со скорпиновкой и глюкозой первые трое суток. Меняю три раза в день. Ну, первые сутки гусята еще менее активные, но все равно, пока они обсохнут, часов через пять я им сыплю по постилочке комбикормика. И они уже начинают помаленечку-помаленечку кушать. В нашем хозяйстве я применяю такой препарат, как АСД-2. Это вторая фракция. И есть первая фракция. Его можно использовать для крупнорогатого скота, свиней, а также для всей птицы. Он продается в ветаптеке. Что дает этот препарат? Им пропаивают маленьких цыплят, вернее, любую птицу в любом возрасте. Он идет как стимулятор роста, улучшает аппетит и также предотвращает развитие различных заболеваний. Его разводят в 3,5 мл на 10 л воды. Много очень подделок АСД-2, но проверить его легко. Запах АСД-2 очень отвратительный. Если он попадает на руки, то руки долго пахнут еще им. Он продается в аптеках. Цена его от 350 до 400 рублей. Вот. Такая... Чупик у меня в деревне. Такая светло-желтая коричневая жидкость. Если его переворачиваешь, то там видно еще какие-то остаточные явления, как осадочек. Но он хорошо растворяется в воде, набирается шприцом и проводятся пропойки. Еще, так как гуси являются водоплавающей птицей и утки, у них разница... Они могут заразиться соминилезом. Для этого, для этой устранения причины я использую энрофлон. Вот такой тюбичек. Он тоже продается в ветаптеке. Тут 10 миллилитров. Для профилактики можно использовать 0,5 кубика на литр воды. Если уже началось заболевание, то пропаивают кубик на литр воды 5 дней. Зараженную птицу. Но за этим надо смотреть. Гусята у меня находятся в кухне вместе с нами в брудере. Они у меня сидят сейчас на соломе или сене. Чтобы лапки были чистые, и они не собирали. Так как гуси любят щипать траву, у них это заложено генетически. Они выбирают из сена или соломы маленькие травинки. Уже в этом возрасте, моим гусятам сейчас 10 дней, они их поедают. Маленькие гусята любят зеленый лук-перо. Во-первых, он обездораживает кишечник, а во-вторых, он улучшает им аппетит. Я им крышу лук ножницами прямо на сено, если солому смотрят. Так как я держу кролика, у меня есть и то, и то. И спокойно они потом выбирают этот лук из сена. И лапки у них более чистые. И находят себе занятия. Так как им, они как маленькие детки, им надо чем-то заниматься в брудере. Вот он мой брудер, который стоит на кухне. Вот они, мои маленькие гусята. У них стоит водичка. Свет у них сейчас горит круглосуточно. Насыпана у них солома. В этом году солома хорошая. Очень много зеленой травы. Маленькая кормушка ставится, чтобы места не занимать. Так как они уже начинают активненько бегать. В этом году получилось рано их вывести. Потому что дальше у меня инкубаторы заняты. А гусыня у меня еще не сели. Но посмотрим, может еще и сядут. Они пьют водичку. Водичка обязательно меняется три раза в день. Потому что они все равно ухитряются ее испачкать. Вот. И вот лук зеленый, покрышенный. Они с удовольствием его едят. И пьют. Маленькие желтые комочки. И также они поедают вот сено. Маленькие фрагментики сена, травы. Так как они любят что-то все время щипать. А до травки им еще очень далеко. Так что пока будут там. Тут потом мы их перевезем в деревню. Если есть вопросы у вас по инкубации содержания и пропойки гусят, задавайте. Мы с удовольствием вам ответим. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!